Красивая, красивая, ты всегда с нами светила, нашего пути сияй ярче, сияй сильнее, твой свет в сердцах наших всегда живет. Вот она слышит голоса, ей говорят там плохие вещи, говорят, что ее убьют, или она слышит, что кто-то в ее семье умрет. Эти голоса, они могут ей делать больно физически, дают ей сильную депрессию, нету энергии у нее, ей плохо постоянно. И она может не только плохие вещи слышать, но она еще может разговаривать со своими ангелами тоже. Дело в том, что у нее то, что врачи сказали, что это жозофрения, мы называем это эзотерики, то есть контактеры называют это контактом. Я по максимально, вот насколько возможно в этом сеансе, я загармонизировала этот контакт. У нее остались сейчас только светлые сущности, которые не будут причинять ей вреда и говорить всякие злые вещи. Дальше, чтобы не пришли к ней слова злые сущности, вам тоже необходимо ей помогать, ни за что не ругать, принимать такой, какая она есть, не проявлять ни доверия. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Ирина Подзорова, я являюсь контактером с внеземными цивилизациями, с духовным миром, тонкоматериальными сущностями. И сегодня у нас в гостях на нашем канале девочки из Канады. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада вас видеть на нашем канале Кассиопея. Итак, представьтесь и расскажите, какой у вас вопрос. Здравствуйте, меня зовут Настя, и это моя подружка Сидни. Она, мы с Канадой, она не говорит на русском, вот почему я буду переводить. Вот, и у нас такая проблема, у Сидни, она слышит голоса постоянно, у неё диагноз был скисофрения, вот она слышит голоса, ей говорят там плохие вещи, говорят, что её убьют, или она слышит, что кто-то в её семье умрёт, эти голоса, они могут ей делать больно физически, дают ей сильную депрессию, нету энергии у неё, ей плохо постоянно. И она может не только плохие вещи слышать, но она ещё может разговаривать со своими ангелами тоже, если захочет. Она пробовала присылать любовь этим голосам, но они, она говорит, ну, смеются над ней. И вот так вот, да, и говоришь, что получается. Благодарю. Ко мне, с какой целью обратились, какую хотите цель сеанса? Цель сеанса, что Сидни бы хотела избавиться от этой негативной энергии, которая вокруг неё, от этих, ну, каких-то плохих сущностей. Она хочет уйти от них, и она не знает, почему они к ней так пристали. То есть, сейчас она желает, чтобы я её отвела к Высшему Яну? Ну, от этих, от этих негативных сущностей. Что от этих негативных сущностей? Она, она хочет избавиться от них. Каким путём избавиться? Ну, я не знаю, как, как, как вы посоветуете. То есть, она пришла ко мне, чтобы я её избавила от сущностей? Да. Этим её не занимает. Не занимаетесь? Нет, я занимаюсь тем, что я вожу к Высшему Яну, и человеку настраиваю контакт. Никаких сущностей я ни от кого не изгоняю. Её об этом... Просто нужно спросить, запредели ли её об этом? Ну да, ну... да, да. Чтобы не было каких-то ожиданий, которые не соответствуют моей работе. Я... я, как тебе сказать, я не изгоняю никаких сущностей, я дружу со всеми. Да, не, ну да, не, но я имела в виду как-то помочь. Помочь ей. Помочь здесь можно, во-первых, разъяснением причины, откуда у неё это всё, и помочь здесь можно только повышая свои вибрации. То есть сделать свои вибрации такими, которые будут неинтересны уже этим существам. А это может сделать только сам человек. Я сейчас объясню, что происходит. Человек, которому приходят сущности, этот непосредственно человек, называется в Межзвёздном Союзе. На языке такого, да, Межзвёздного Союза такой человек называется, ну на русском языке, если перевести этот термин, называется контактёр. Ну, раньше называли их медиумами или пророками, ну там разные были названия, шаманами, там, ну как, всякими кубзунами. Ну ты понимаешь, да, о чём я говорю? Да. Так вот, сущности не просто так приходят вообще к кому попало, они выбирают человека по его вибрациям, то есть его внутренним душевным качествам. Внутренние душевные качества изменить никто извне не может, может только сам человек. Это понятно? Да, это понятно. Да, поэтому, вот ты говоришь, сейчас избавить. Избавить? Что такое избавить? Это значит прервать контакт. В каком случае человек хочет, ну контактёр вот этот вот, в каком случае контактёр хочет прервать контакт? В случае, если он не устраивает. Правильно? Да. То есть этот контакт у неё с этими сущностями, он её не устраивает, она его не хочет, хочет выйти из состояния контакта. Здесь действует закон свободной воли. Ей необходимо отказаться от контакта. Да. Ну здесь необходимо помнить, ну именно отказаться от контакта с теми, кто ей вредит, кто делает ей больным. Но если она просто откажется от контакта, не изменяя в себе эту вибрацию, которая привлекла их, могут прийти другие. Сначала нужно, поэтому сначала нужно найти в себе причину, что их привлекло, и убрать её. Ты помнила меня? Да, понятно. Теперь объясни ей коротко всё, что я ей сказала. Хорошо. Скажи ей, что она контактёр. Па, вы можете окрекать другие? Вот, да. Вот. Серьезно, что она не может повторять, не может проверить, потому что она не может повторять. И еще скажи ей, что если к ней приходит кто-то, значит им что-то нужно. То есть у каждого контакта есть какая-то цель. А здесь главный вопрос, что нужно выяснить, это узнать по какой причине выбрали именно ее, именно эти сущности, которые приходят к ней, они же к ней приходят, и к тебе, и ко мне, они приходят к ней. Значит, они хотят с ней общаться, контактировать, каким-то образом взаимодействовать, что-то говорить, какие-то посылать энергии. И здесь необходимо у этих сущностей, они же обладают разумом, у них необходимо спросить, спроси ее, во-первых, Сидни, скажи Сидни, может ли она сейчас с ними поговорить? Сидни, может, can you talk to them? Can you talk to them right now? Can you connect with them right now? Да. Я имею в виду, да, то есть поговорить, спросить у них там несколько вещей, давай мы сразу сейчас попросим ее, так как она контактер, разговаривать будет она, и передавать мне их ответы, а я буду уже с ними разговаривать. Хорошо, говорит. Да, так, пусть Сидни обратится к ним, скажет, я приветствую вас. Да, пусть она скажет так, приветствую вас, мои наставники. Да, приветствую вас, мои кураторы. Но кураторы – это слово, которое обращается к тем, кто настроен на канал. Окей. Hello to my curators. Hello to my curators. Отлично, а теперь пусть попросят их представиться. Пусть она спросит, назовите мне, как у вас, свои имена, как у вас зовут. Can you ask them to introduce themselves and ask for their names? Okay. Да, и пусть она скажет то, что ей отвечает. Say everything that they say to you. They're saying, yes, we can hear you. Они говорят, да, мы вас слышим. Так, а как их зовут? What are their names? They're saying they're making up names, like they're not gonna tell me. Они говорят, что они имена придумывают, и они не скажут свои имена. Ну это понятно, они не могут их сказать, они очень сильно отличаются от нас. Пусть скажут, что нас устроят придуманные имена. Made up names are okay. Whatever they're saying. Okay. Надо хоть как-то кому-то, понятно, обращаться на фигуре. К пустому месту. Somehow. Okay. Maybe... What are they saying? They're saying Michael and Jacob. Michael... Michael и Jacob. Отлично. Благодарю вас. Пусть поблагодарит. Thank you. Их двое этих существ. Two? Two. Да. Пусть она спросит, они воплощены в какого-либо рода тела или нет. Are they incarnated in some sort of a body or no? Ask them. Okay. Are you incarnated in a body? Надо просто сейчас сначала разобраться, кто это. Need to figure out who it is first. They're saying yes. Говорят, да. Отлично. А пусть спросит, о какого уровня плотности их тела и скажет цифру, которая ей придет. Какой уровень дух ихний? Какой уровень плотности? А что это имеется в виду? Имеется в виду наш материальный мир, он имеет 59 уровней плотности. 59? Да, мы живем на третьем. У нас он называется физически. Но кроме нас есть еще как бы такие тонкоматериальные миры. И у них у всех уровни плотности. То есть, если они воплощены, нужно спросить, где, на каком уровне плотности, пусть задаст этот вопрос, на каком уровне плотности вы воплощены. Хорошо. Ask them. There's 59 levels. These incarnations were in level 3. Ask them what level they are at. Okay. Ask them. Пусть скажет цифру, которая ей придет. What level? Number. Get a number. Okay. 11? 11. Да. Вот мы живем на третьем. Сейчас я просто объясню, кто это. Мы живем на третьем. У нас все твердое физическое. Ну, то есть, вот смотри, у нас есть твердое, жидкое, газообразное. То есть, у нас есть там камни, вода и газ. И наши тела тоже в них есть. Твердое вещество, жидкое и газообразное. Это говорит о том, что наши тела на третьем уровне плотности. Всего их 59. Я хочу сказать, это материальный мир, то есть, вот духовный мир, это вообще не воплощенное. То есть, вне воплощения. Да. А это существа, которые воплощены на одиннадцатом уровне плотности. То есть, у них есть тела, но они очень тонкие. Для нас они вот, ну как, не ощутим, как воздух. Да. Но это тоже разумные духи, которые находятся в тонком теле. Мы называем эфирное тело. То есть, таких существ мы называем плазмоиды. Плазмоиды. Да, плазмоиды, они живут, ну, от четвертого до пятьдесят девятого уровня плотности. Да. Эти живут на одиннадцатом. И они в народе называются духи природы. Может быть, слышала такое? Да, слышала. Духи природы. То есть, там, всякие духи леса. Да. Духи дома, там, домовые, лешие, русалки. Слышала такое? Да. Вот эти все существа являются плазмоидами. Но среди плазмоидов множество видов, то есть, не только те, которые я перечислила. Есть плазмоиды, которые я перечислила, это земные наши. Да. Которые там в лесах живут, в домах живут. Есть плазмоиды стихии огня, воды, воздуха, земли. Да. Ну, это, так называют, в духе стихии. Есть также плазмоиды в космосе. У каждой планеты, у каждой звезды. И они же создают эти все звезды. То есть, это называются космические плазмоиды. И нужно сначала спросить, где они живут. Пусть она у них спросит. Вы воплощены, значит, вы являетесь космическими или земными духами природы. Земные или космические вы? Пусть спросит. Да, она хочет узнать, они земные, земные или космические? Или земные, да. Земные или космические? Ну, мы узнаем, откуда они пришли. Где они? Пока не получает ответ. Она ждет от них. Космические, говорят. Ну что ж, интересно. Ну, давай узнаем поподробнее. Спроси, какой звезде. Ну, то есть, здесь необходимо понимать, что они не знают наших языков, о которых мы разговариваем. И поэтому, когда мы сейчас будем их спрашивать, понятно, что они будут брать информацию из ее памяти. Но она же может не знать все эту звезды. Поэтому мы сейчас уточним вот так, чтобы было легче им ответить через нее. Да. Пусть спросит так. Скажите, пожалуйста, с какой вы звезды или созвездия? И пусть скажет первая мысль или голос, то есть, прям первая, которая придет. С какой звезды или созвездия быть? Мы пытаемся узнать, мы пытаемся узнать больше об этом. Поэтому, ask them, если они космические, то есть, в чем стены они или в чем стены они? Или в чем планете? Аккуратно. И первое, что приходит в вашем сознании. Первое, что приходит в вашем сознании. Какие звезды. Они не хотят отвечать, она говорит. А пусть спросит, а вы вообще хотите с нами общаться? Ask them, do they want to talk to you, to us right now? Да. They said, ok. Говорят, хорошо просто. Слово хорошо. Ну, например, вы являетесь, вы вообще солнечной системой или нет? She's asking, are you from the solar system? I'm hearing, yes. Слышит, да. Ага. У нас здесь есть, ну, как я уже говорила, у нашего Солнца, как у звезды есть плазмоиды, ну, и у каждой планеты. Давай спросим, вы солнечная плазмоид? Are you a solar plasmoid? Ask them. Are you a solar plasmoid? Are you a solar plasmoid? No. Нет. Вы плазмоиды какой-либо планеты Солнечной системы? Are you a plasmoid of some sort of a planet in the solar system? Нет. А какой? Назовите, какой планеты? Откуда? А, Сатурн. А, Сатурн. Сатурн. Ой, там такие немножко жесткие по... Знаете, что... А я хотела сказать, именно жесткие по энергиям. Интересно. А чем жила к себе? Именно их привлекла. Они так достаточно далеко от Земли. Ну что ж, поблагодарим их за... Пусть она скажет. Благодарю вас за откровенность. Ну и сразу же узнаем, чтобы дальше не возвращаться к этому. Пусть она спросит у них. Значит, скажите, пожалуйста, вот кроме вас, ко мне еще кто-то приходит. Ask them, please. Decide you. Is there anyone else that comes to me? Yes. Да. А сейчас эти, другие, кто ко мне приходят, они где? And the other ones that are coming to me, where are they? Who are they? Are you birds? I'm not supposed to be... Земля. Спроси у них, сколько вообще существ ко мне... Со мной... а сколько вообще существ из иного мира со мной общаются? Ask them, how many... Общая количество. Beans are with me talking to me right now. Okay. See, they can give you your number. Nineteen... 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 Девятнадцать. Ты видишь, какой хороший контактер. Oh, thank you. Спасибо. У неё девятнадцать... 19 кураторов вокруг неё летают. И вот кем она интересна? Да. I'm very interested in that. Про Сиё, что она от этого чувствует? спроси, что ты чувствуешь? What are you feeling? Сейчас счастливо, говорит, чувствую тебя. Я же не знаю, что вокруг неё крутится девятнадцать духов, которые... о котором с ней интересно. Настя, а ты что чувствуешь? Я пока ничего не чувствую. А смешно? Да, смешно. Я немножко нервничаю просто. А почему смешно? Почему смешно? Нет, вот тебе, Настя, почему смешно? Ну, не знаю. Вы сказали девятнадцать, что много так. Представляешь, девятнадцать кураторов в разных формах постоянно её обступают, ходят за ней. Им она интересна. А давай вот так спросим. Вот у них, у наших плазмоидов Сатурна. Скажите, пожалуйста, именно вы мне говорили плохие слова? Говорят, что нет. А вы знаете, кто это делал? Астон, ты не знаешь, кто это делал? Астон, ты не знаешь, что это делал? Да. Говорят, да. Тоже. По, а не кто. она говорит, ее прошлый начальник с работы. Его душа. А он жив? Да, он жив. А каким образом он вступал в контакт? В какой способ он вступал в контакт? В другой дименции? Говорит, в другой реальности? В другой реальности. Означает ли это, что какой-либо деструктивный плазмоид принимал его образ? Я спросила, был ли деструктивный плазмо который взял его образ? То есть, не он, но деструктивный плазмо? Деструктивный образ? Да. Да. Интересно. А вот с ним можно пообщаться? Вот с тем, который... Прости, могу ли я сейчас пообщаться с плазмоидом, который мне желает зла? Что ему нужно? Нужно узнать, что это добрые плазмоиды, их только поблагодарить, никакого от них нет вреда. Нужно поговорить с теми, кто ее мучает. Пусть спросит, готов ли плазмоид, который желает ей зла, выйти на контакт и ответить на вопросы. Тот, который говорит, что она покончится бой, пугает ее, ну вот этот вот. the one that is scaring you, telling you that you will commit suicide, other people will die, the worst. Пусть скажет, я прошу плазмоид, который пугал меня, выйти на контакт. Так. Окей. Может он, да, вот пусть ответит, может ли он говорить? Can you talk? Can you talk? Yes. Yes. Говори, да. Его тоже нужно поприветствовать и спросить имя его. Great. Say thank you for coming and ask the name. Окей. Can you? Hello, thank you for coming. Да. Как его зовут? Oh, he's saying Parm. Говорит Parm. Это имя ее начальника было. Ну, он ее в памяти сочетал. Скажи ей, что он сочетал в памяти. She's saying he's just reading your memory. Oh. So is there another name? Okay. Is there another name? Parm. Ну, мы все равно будем так называть его Parm. А ты воплощен или не воплощен? Are you Parm? Are you incarnated or not incarnated? I'm only incarnated. Воплощен. На каком уровне плотности? What level? Which one? Seven. Seven. Ну да, он чуть поближе. Вот они с 11, а это вот уже поближе к нам. Ну, как бы более плотный. Но все равно для нас это эфирное тело. Да. Опять же, земной ты или космический? Ask him. Is he earthbound or cosmic bound? Космический. Ну, хорошо. Спрась и по какой причине ты пугал меня. Ask him Why are you scared me? What is the reason for you coming and scared me? Well, it's because it's fun. Они говорят, потому что это интересно. Нравится ли вам моя энергия, которая исходит от меня, когда я боюсь? Она говорит, она ответ не слышит, но она видит какие-то глаза, которые выходят и смотрят. объясни, что он пытается принять более человеческий образ, чтобы вступить в контакт. Поэтому показывают глаза. Объясни, что на 7-м уровне плотности, ну и вообще на 7-м, на 11-м очень тонкие тела, не похожие на наши человеческие, какие, ну там, шары и всякие кристаллы, ну то есть это не напоминает человека, а они считывают с нашей памяти, как выглядит наше тело, но если они редко контактируют с людьми, им сложно все тело принять образ. И поэтому они показывают глаза, потому что они считают, что показывая глаза, они показывают, что их внимание направлено на нее, то есть это готовность к контакту. Скажи, есть, что они показывают тебе образ, глаз, как готовность с тобой разговаривать? So she's saying that on that level, level 7, they don't have physical bodies, so they are just giving you like an image да а теперь все-таки еще раз пусть спросит нужен нам ответ нравится ли вам моя энергия страха питаетесь ли вы ею да вот поэтому они приходят скажи ей что поэтому они что расстроенная а это на скажи что и наоборот радостно потому что она узнала причину а теперь скажи парм а какая моя энергия тебе не нравится какая энергия не нравится ему парму да то есть какая ее энергии ему не понравится не нравится от нее ну конечно видит лицо который улыбается он ей показывает что ему не нравится энергию радостью да а теперь скажи а если я буду всегда радоваться и посылать тебе любовь что ты будешь делать а она видит что он плачет а почему ты будешь плакать ничего не говорит тебя расстроит что ты не будешь от меня получать энергии страха да а по какой причине ты не хочешь получать энергию радости и любви говорит что он любит кушать эту энергию страха ну опять его выбор дальше спроси у нее какой она делает выбор кормить его энергией страха или перестать бояться и посылать только радость и любовь спроси у нее потому что он сказал свой выбор уже что ему нравится энергия страха здесь необходимо понять что он имеет на это право ну он такой низко вибрационный такой вот он ну можно сказать ушел от света ушел от бога понизил свои вибрации а теперь ты спроси у нее готова ли она его дальше кормить страхом или она хочет убрать страх и только посылать то что ему и посылать в мир то что ему не понравится любовь хочет посылать говорит хорошо а теперь спроси ее чего да сначала нужно ему об этом сообщить скажи фарм пусть она скажет фарм я выбираю свет и любовь я ссылаю тебе свет моей любви я выбираю убрать страх это мой выбор это мой выбор это мой выбор я предлагаю тебе принять свет моей любви принять свет моей любви и спроси что она чувствует лёгкость хорошо а пусть она вот в этот его образ в то место где она его чувствует пошлет свет ну вот как лучик такой и пусть скажет вот пусть пошлет и пусть скажет что он делает он не хочет он не хочет скажи ей что он не хочет принимать свет он не хочет принимать свет он не хочет принимать свет скажи это твой выбор а пусть она скажет это твой выбор tell him it is your choice это твой выбор ты имеешь на него право you have the right to do that you have the right to do that я желаю тебе I want you I want you осознать свои ошибки to 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 realize your mistakes to realize your mistakes я желаю тебе вернуться к Богу I want you to go back to God I want you to go back to God I want you to go back to God но это решать тебе but that is your choice to decide but that is your choice to decide я тебя отпускаю I let you go I let you go силой своего духа with the strength of my soul with the strength of my soul я разрываю привязку между нами I cut the cords between us I cut the cords between us I cut the cords between us я свободна от тебя I'm free from you I'm free from you I'm free from you ты свободен от меня и 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 так спроси что она чувствует what do you feel? really like lightheaded but like in a good way anything else can you do? you still care? no, no I feel really happy а немножко голова кружится и чувствует счастливо отлично пусть она закроет глаза сделает медленный глубокий вдох и медленный глубокий выдох close your eyes breathe in slowly and out да а теперь пусть она скажет сейчас он ушел потому что она нам послала любовь дальше чтобы он не пришел обратно ей нужно посмотреть себя и спросить есть ли у нее страхи? спроси боится ли она чего-то? есть ли у нее страхи? да скажи что ей необходимо поработать над своими страхами чтобы он не вернул или другой вместо него да скажи что ей необходимо поработать над своими страхами если он не вернулся ок 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 спроси готова ли она поработать над своим страхом и отпустить его? ты готова работать над твоим страхом и отпустить его? да ну тогда сейчас я буду задавать вопросы ты будешь переводить значит мне вопрос значит ей а мне ее ответ итак пусть она закроет глаза и не открывает их мы будем работать в сеансе с ней уже с ней самой да а можно ей лечь? она ну да пусть да ляжет и расслабит с сущностями мы поговорили теперь нужно будет с ней поработать да она говорит сейчас мы будем работать с ней так вы чувствуете или нет или нет в России нравится ей ну вот это вот этот сеанс да очень отлично теперь пусть она закроет глаза я буду спрашивать у нас в ней есть страхи я буду спрашивать откуда они чего она боится и так далее и так а ты будешь переводить и так спрашиваем короче ты сейчас будешь делать сеанс вместе со мной очень интересный опыт хорошо и так чего ты боишься what are you afraid of пусть она говорит первую мысль всегда say the first thing that comes to your mind what are you afraid of потеря семьи смерти смерти физической или духовной physical death or spiritual death физическая смерть что страшного для тебя физической смерти what is so scary about physical death for you что типа конец а ты считаешь себя телом или духом do you feel that you are a physical body or a soul I never thought of that никогда об этом не думала а вот сейчас подумай think about it right now ok that's the soul а дух а у духа может быть конец can a soul have an end no нет а чего ты боишься then why are you afraid a very good question хороший вопрос говори ну если ты дух и если он не умирает чего ты боишься то что ты боишься то почему ты боишься то почему ты боишься то почему ты боишься сейчас говорить не очень боится ну тогда спросим ты боишься самого перехода из тела в духовный мир Are you afraid of the transition from physical body into the spiritual reality? Yes, the unknown. Да, то, что не знает. А что там может быть плохого для тебя? What can be so scary there? I guess I've been told I'm going to hell all the time. Она говорит, ей постоянно говорили, что она идет в ад. Скажи, ты им веришь? Do you believe in hell? Or that's the truth? Do you believe in hell? No. Нет. Скажи, а от кого зависит, как ты думаешь, от кого зависит, то, куда я пойду после смерти тела? Who does it depend on, on where you're going after the physical death? Бог. А еще от кого? Who else? Я. Правильно. Хочет ли Бог, чтобы я пошла в ад? Does God want me to go to hell? Нет. Не хочет. А хочешь ли ты пойти в ад? Do you want to go to hell? No. Нет. Если Бог не хочет, и ты не хочешь, тогда из-за чего ты туда можешь попасть? Если ты не хочешь, и Бог не хочет, чтобы ты идешь в ад, то почему ты идешь туда? Я просто убил мою пирку. Спасибо. Она говорит, что думать об этом так, по логике убивает страх. Ну да. То есть, она считает, что... Вот, спроси, Бог любит тебя? Does God love you? Yes. Да. А ты любишь Бога? Do you love God? Что же может помешать после смерти твоего тела быть вам вместе с Богом? Then what could interfere after death for you to be one with God? Да. Ничего. Ничего. А если быть вместе с Богом страшно? Is it scary to be with God? Нет. Нет? Абсолютно нет. Радость со светло. Тогда чего же ты боишься? В связи со смертью. Then why are you scared to contact death? I'm missing my family. In my family. Может, что она будет скучать по друзьям и родителям, семья ее. А по какой причине ты будешь по ним скучать? Why would you miss them? Because I love them. Потому что она любит их. А можно ли любить, не скучая? Is it possible for you to love them without missing them? It's possible. Возможно. А что мне помешает общаться с их духами, когда я попаду к Богу? What will get in the way of talking to their souls, when I go to God? Nothing. Ничего. Тогда чего ты боишься? Then why are you afraid? I don't know. Она не знает. Пусть вслух скажет себе, чего я боюсь, сама спроси, чего я боюсь. Say out loud to yourself. Ask yourself, why am I afraid? Why am I afraid? Are you getting anything? Are you saying trauma? А, драма. Что такое драма? Драма. А, драма, это что? Ну, все плохое, то, что она прошла. Скажи, по какой причине ты боишься то, что уже прошло? Why are you afraid of everything that happened? Если это в прошлом. If it's in the past. That's a good question. Хороший вопрос. Интересный вопрос. Да. I guess... Like, feels like an emperor, but... I know that logically it's not... Что все плохие вещи, типа, в ней держатся. А кто их держит? Who is holding on to all the bad things? All the trauma? All the part of me. Часть ию. Хорошо. Спроси. Пусть она спросит. Если я боюсь в будущем... Asked yourself, am I afraid of bad things repeating in the future? Traumatic experience. Да. Каких имен? Спецификой двадцать. Я не понимаю. Потеря... людей, которые она любит, и сексуальный ассорт, ну, ее изнасиловали пару раз. Вот чего она боится. Хорошо, спроси. А для чего мне нужно присутствие людей, которых я люблю? Скажите, почему я нужна присутствие людей, которых я люблю? Я rely на них, чтобы дать им любовь, и чтобы дать им любовь, и, я думаю, связь с тем, что это очень важно. Что они дают любовь ей, она им дает любовь, вот почему нужны. По какой причине ты хочешь давать любовь только этим людям, а не другим, которые, возможно, появятся в будущем? Хороший вопрос. Страх, что больше плохих людей, чем хороших. А спроси, доверяйте она Богу? Верит ли она, что любая встреча неслучайна? Что любое расставание неслучайна? Что для чего ты нужен? А по какой причине тогда я боюсь проходить свои жизненные уроки, если они мне нужны? По какой причине я боюсь проходить свои жизненные уроки, если они мне нужны? Говорит, не должна бояться. Хорошо, отлично. Боится. Пусть спросит у страха, обратится к нему и спросит, страха, от чего ты меня защищаешь? Она чувствует, что он расплавляется. Правильно, потому что она задаёт вопросы, которые, можно сказать, приводят в осознанность, и от этого эта энергия уходит. Это хорошо, что он расплавляется. Пусть скажет так, я полностью доверяю Богу. Я благодарна Богу за это воплощение. Я понимаю, что я разумный бессмертный дух. Я благодарна всем близким людям, которые находятся рядом со мной. Я благодарна всем близким и близким людям, которые находятся рядом со мной. Они полностью свободны. Они полностью свободны. Любовь даёт свободу. Они сами выбирают, быть им со мной или нет. Они сами выбирают, быть им со мной или нет. Точно так же, как и я выбираю, быть ли мне с ними. Одиночество – это иллюзия. Одиночество – это иллюзия. Потому что я всегда рядом с Богом. Он мой отец. Я чувствую его всегда рядом со мной. Одиночество не существует. Я никогда не бываю одна. Я никогда не бываю одна. Я никогда не бываю одна. Бог – источник любви для меня. Я получаю поток любви, когда нахожусь рядом с людьми и когда я физически одна. I get a stream of love when I'm with people and when I'm alone. I have to get a stream of love when I'm with people and when I'm alone. Проси, что ты чувствуешь. What are you feeling? Really calm. Спокойствие. Поросил, шок или страх? And what else can you say? Answer me. Do you feel in fear? No. Не чувствует страх сейчас, говорит. То есть он ушел. Do you feel that the fear completely off? Yes. You can say it's true. Но все равно нам нужно закончить вот такими словами. Скажи, а пусть скажет так. Я прошу прощения у своего тела. I ask forgiveness from my body. I ask forgiveness from my body. за создание блока страха. For the creation of the fear. For the creation of the fear. Я прощаю себя за этот страх. I forgive myself for this fear. I forgive myself for this fear. Я люблю и принимаю себя такой, какая я есть. I love and accept myself exactly as I am. I love and accept myself exactly as I am. Я есть любимая дочь Бог. Силой своего духа. Силой своего духа. With the strength of my soul. With the strength of my soul. Я преобразую энергию этого страха. В энергию уверенности. Into the energy of confidence. Into the energy of confidence. Доброты. Kindness. Творчество. И любви. И любви. Так, спроси, что чувствуешь? What are you feeling? Really good. And you're very peaceful. Хорошо и спокойно. А теперь пусть обратите своему Высшему Я. Обратите внимание на макушку головы. Скажи, сосредоточься на макушке головы. So, play your attention at the very top of your head. And we're going to connect with your higher self. Oh, okay. Представь, что ты смотришь через макушку на небо и видишь там солныш. So, pretend that you're looking through the top of your head and from the top of your head you can see the sun. Россия, представила вам слово? Do you see the sun? Yes. Yes, she can see it. Нравится она ей? Do you like it? Yes. Да. А теперь пусть скажет, Мое Высшее Я, приветствуйте. Say, My Higher Self. Hello. My Higher Self. Hello. Скажи мне, Мое Высшее Я, какая цель моей жизни на земле? Ask your higher self. What is my mission, my goal in this life? What is my mission, my goal in this life? И первая мысль тоже говорит. And the first thought that you give. Помогать людям? Чем? With what? А лечением? Каким образом? In what way? Spiritual. Духовным? Каким образом я могу это исполнить? In what way can I achieve this? Лечением себя? По какой причине мне открыты способности к контактёрству с плавмоидами? For what reason did my ability to contact other beings and plasmoids open? Why? To know the truth. Чтобы знать правду. Это моя жизненная задача? Какие качества мне нужно развить в себе в этом воплощении? What qualities do I need to develop in myself in this incarnation? Strength. Сила. In health. Endurance. Любовь и качество, типа, чтобы можно пробиваться через всё, через всё переходить. Это как упорство. Ну да, я забыла слово, да. Упорство. И спроси, это входит в неё смелость? В эти качества входит смелость? Into these qualities do you get, like, not self-assurance, but like, yeah, self-assurance. Да. Сила, смелость, упорство, любовь. Увидишь, сколько качеств надо развить. И для этого ей даны вот способности слышать их. Скажи, ну, это я ей потом скажу. Ну, в любом случае, пусть спросят, а выполняю ли я свои задачи? Are you doing your tests for your mission? Or do? Чуть-чуть, как-нибудь. А что мне мешает? What is standing in the world? Или. Страх. Или был, она говорит. Ушёл ли он? Растворён ли страх сейчас? Did it dissolve? Is it dissolved right now? Yeah. Interest? Да. А если то, что мне сейчас мешает, после этого сеанса, если то, что мне мешает, выполнять мою задачу. Ещё. Is there anything else that is standing from accomplishing, standing in the way of me accomplishing my mission? Ничего не получает. Пусть просто скажут первые мысли всё. Если то, что мне, вот, кроме страха, который ушёл, ещё то, что мне мешает, будет мешать в дальнейшем выполнять мою задачу. Besides the fear, is there anything else that is standing in the way of me accomplishing my mission? And even in the future? First thing that comes to me. Balanced? Слышит слово баланс? Баланс. Да, это гармония. Значит, ей нужно гармонизироваться. Что мне нужно для того, чтобы обрести баланс? What do I need in order to get balance? Гармония и баланс? Ничего не слышит, говорит. Скажи так. Моё высшее Я. Что мне нужно для того, чтобы обрести гармонию? Say to your higher self. My higher self. What do I need in order to get harmony and balance? That's okay. That's okay. Sorry. Извиняется, говорит, ничего не приходит. Пусть спросит. Вот ещё что. Моё высшее Я. А есть ли во мне сейчас негативные блоки? Ask my higher self. Are there any negative blocks in your life? Yes. Да. А в какой чакре? In what chakra? В третий глаз. Из каких чувств и эмоций состоит этот блок? In what feelings and emotions does this block consist? Много незнания. А с чего я не знаю? What are you confused about? I'm confused about why I'm not hearing much from my higher self. Она переживает, почему она не слышит много от её высшего Я. А, то есть этот блок состоит из-за переживаний, что она не слышит. So, this block consists of the fear that you can't hear much of your higher self. Yeah. Да. Скажи, что я не буду расслабиться. Oh, sorry. Жен, я позволяю себе быть совершенной. Я только учусь общаться с высшего Я. Я только учусь общаться с высшего Я. Я только учусь общаться с высшего Я. И поэтому я принимаю с любовью любой результат. And this is why I accept with love any result. What is why I accept with love any result. Так, спроси, что чувствуешь? What do you feel? Really. Так вот, что она больше расслабилась. Да, и пусть она не ждёт, но вот как ответа, когда же мне ответит, а просто расслабленно ждёт и говорит первую мысль, любую, даже если ей покажется, что она на другую тему. Да, пусть ещё спросит. Моё высшее Я, есть ли во мне ещё препятствия сейчас, которые будут в дальнейшем мешать мне выполнять мою задачу? Ask my higher self, are there any blocks or obstacles that will prevent me from accomplishing my mission? Agnation. Agnation, anything else? Типа, такое чувство, что она не двигается и ничего не меняется. Просто какая первая мысль пришла? Вот эта. А что мне нужно изменить в себе на этом сеансе, чтобы начать выполнять свою задачу? Она говорит, что она слышала слово, типа думать, спрашивать. А, да, я поняла. Спроси её, есть ли у неё самый вопрос лучше у меня. Что-то другое хочется. Действительно. Do you have any questions from you for your higher self to continue taking the medication? Надо ли ей продолжать пить лекарство, которое она пьёт сейчас? Хороший вопрос. Пусть спросит та. А, нужно прям конкретно её назвать, потому что она, название назвать. Потому что высший я это тоже знает. Название лекарств? Она их знает? Do you remember the means of medication? Да. И лучше спрашивать про каждое отдельно. Ask about each one separately. Окей. Пусть спросит. Моё высший я. Моё высший я? Моё высший я. Моё высший я. Подходит ли мне препарат? Is this medication suitable for me? Пусть его назовёт. And name the medication. Окей. Is this suitable suitable for me? По моим вибрациям. Подходит ли мне этот препарат, название по моим вибрациям? So, is this medication that you just listed, is it compatible for your vibration region? No. Нет. Пусть так спросит про каждый, который она принимает. Ask about the other one. Okay. Okay. And this is... No. Нет. Ещё какой-то? Anything else you could do? Um... Um... I suppose... I don't know. Um... Ну, вот, например. Да, нет. Я вижу, ей не одобрили. Да, действительно. Пусть спросят. Ну, например. Моё высший я. Подходит ли мне по вибрациям приём витамина D? My higher self is taking vitamin D3, compatible with my vibration. Да. Он при всём всем подходит. Потому что он такой. Да, а эти лекарства просто, я не знаю, она о каких спросила, ты знаешь их? Мы написали вам, но я не помню, как они... А, но это от её заболеваний? Да. Я смотрела, что это за препараты. Я у Митга Скалуса спрашивала своего куратора. Это, как я поняла, относится к нейролептикам. Да. То есть к препаратам, применяемым против жезвини. Да. Да, нейролептикам. Я хочу сказать, что... Почему так ответили? Это неудивительно. Дело в том, что вот эти препараты, которые угнетают мозг, но как бы замедляют мышление, Высшее Я такое не одобрит, потому что они мешают прохождению нервных сигналов. Ну, это не нужно для целей именно духовного развития. Я сейчас просто объясню. Высшее Я, оно когда отвечает, оно отвечает именно в целях духовного развития, чтобы человек развивался. У неё же открыт контакт. Да. А она пытается его глушить препаратами. То есть этим уходит от своей задачи. Конечно, Высшее Я не одобрит. Естественно. Тоже одобрит уход от задачи, правильно? Да. Ну, так и скажи ей. Никакие таблетки от шизофрении, они не могут помочь. Они могут только снять симптомы. А убрать её не могут. Скажи ей, что именно поэтому ей, Высшее Я, сказал, что они не подходят. And this is why your higher self confirmed that it's not suitable for you. Ну, тогда пусть вот такой вопрос задать. Нужно ли мне вообще лечить препаратами эту шизофрению, которую мне поставили? My higher self. Should I be healing my schizophrenia? Or treating my schizophrenia with any medications? Yeah. Нет. А что мне стоит делать с этим диагнозом? Then what should I be doing with this diagnosis? Помогать людям. Ей просто одобряют контакт. Всё. Ну, ответ она задала вопрос, ответ она получила. Другого вопроса не будет. Вот какой есть, такой есть. Так, что здесь ещё необходимо спросить? Моё Высшее Я. А как я могу адаптироваться в обществе с этими контактами? Что мне нужно для этого делать? My higher self. What can I do to adapt socially with the contacts that I have with other beings? Ничего не говорят. Ничего не получали. Просто сейчас уже немножко много времени прошло. Человек, который длительное время уже принимал эти препараты, у него быстро нервная истощаемость. Он не может долго общаться с Высшим Я. То есть ему нужно... Он быстро устает. Поэтому, ну, пусть вот такой вопрос задаст ещё. Моё Высшее Я. А нужно ли мне принимать что-то для очищения крови от этих... от остатков этих препаратов? My higher self. Is there anything that I need to take right now to clear out my body and my blood from these medications? I... I heard my mind. Слышала слово витамин. Какие витамины мне принимать? What kind? B12. B12? Угу. Есть такой? Ещё. Ещё что-то? Anything else can you do? Iron? Anything else? Нужно ли мне принимать витамин В1? Do I need to take vitamin B1? Yes. Да. Ну, можно вообще поливитаминный комплекс. Вот есть, сказали, ещё витамин D. Тоже вот есть такой. И витамин В. Витамин В. Есть вообще комплекс, где все... Где группа витаминов В. Да. Почему ей так ответили, я скажу. Потому что витаминные группы В помогают восстанавливаться нервной системе. В том числе от повреждений, вызванных лекарством. Так, хорошо, отлично. Пусть теперь спросят ещё. Моё Высшее Я. А, спроси её, знает ли она об уровнях духовного мира, которые в Кассиопии. Рассказ. Ну, как я понимаю, она же видео смотрела какие-нибудь. Да. Там вот говорили об уровне. Ну, ладно, пусть спросят. Моё Высшее Я. На каком уровне духовного мира я нахожусь по шкале от 1 до 24 сейчас? Ну, это ангельский. Скажи, что она ангел. Ещё раз сказать, что что? Скажи, что она ангел. Скажи, что ты ангел. Смотри. Моё? Да. Скажи, что ты ангел. Она говорит, что ты ангел. О, спасибо. Спасибо. Извините. Извините. Хорошо. Спроси, есть ли у неё ещё вопросы к Высшее Моя? Она говорит, она записала ответы на вопросы на телефоне. Она может посмотреть? Да же может. А именно к Высшему Я. Есть вопросы? Вы можете, но сейчас специально для Высшее Моя. У тебя есть вопросы? Хорошо. Лучше пусть она тебе отдаст свой телефон, и ты почитай. Хорошо. Я буду читать вопросы. Один вопрос она Таро делает. Надо ли ей продолжать Таро, и притягивает это какую-то негативную энергию в её жизнь? Ну, здесь достаточно так спросить. Моё Высшее Я, могу ли я, полезно ли мне для духовного развития заниматься Таро? Моё Высшее Моя, полезно ли мне для духовного развития заниматься Таро? Да и нет. Чем? Ну, значит, чем-то полезно, чем-то нет. А чем именно старо мне заниматься полезно? Помогает интуиции? А чем именно старо мне заниматься вредно? Определённые вопросы, которые она спрашивает. Не очень. Какие вопросы мне не поднимать именно с Таро? Насчёт будущего мужа. Да, потому что это многовариантно, и там уже может... Я объясню, почему такой ответ. Потому что будущее многовариантно. Она получает какой-то один вариант, если он не исполнится, она может разочароваться. Да, потому что в будущем много вариантов, и вы получаете разные вариантов в разных временах, и вы получаете в другом стране. Да, это правда. Говорит, да, так и есть. Поэтому ей так ответили. Хорошо, какой ещё вопрос? Как мне поднять свою вибрацию? Высшее Я. Что мне нужно делать для повышения моей вибрации? Моя высшее Слово. Что я должен делать сейчас, чтобы увеличить мою вибрацию? Синь. О, очень хорошо. А что именно петь? Что ты петь специально? Халилуя? То есть петь песни о Боге. То есть петь песни о Боге? Да. Да. Да, правильно. Даже просто слушание песен о Боге, о религиозных таких, когда всякие религиозные песни о Боге, там, где прославляют Бога, даже просто слушание повышает вибрацию. Ну и пение, конечно, повышает вибрацию. Хорошо. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Какой блок стоит передо мной, чтобы встать, чтобы выехать с дома и жить самой? Ну, надо еще попросить вот так. Мое высшее Я. Мое высшее Я. Хочу ли я на самом деле жить одна, самостоятельно? Ну, поэтому она и блок стоит, потому что сама это не хочет. Скажи ей, что просто она сама не хочет, поэтому не блок стоит. Потому что ты не хочешь. А часть, которая не хочет. Это ее. Скажи, это твой выбор. Это твоя выбор. Так, следующий вопрос. Она хочет быть самостоятельной, но, может, часть ее не хочет какая-то. Она хочет... Ну, спроси, чего ты хочешь на самом деле? Жить с семьей или одна? My higher self. What do I really want? Do I want to live on my own or do I want to live with my family? Жить с моей семьей. Ну, как сейчас живет. Like right now. Like you're living right now? Continue to live the way you're living right now? Not really, no. Нет. А что бы она хотела изменить свою жизнь? What would you like to change in your life? I'd like to move out and have to go back to work? Она бы хотела уехать с дома и начать работать. Где? Where? Close, close to home. Like, not too close. Где-то, где близко к дому, но не сильно близко. С кем работать? Work as who specifically? Or do what? Here, what do you want to do? Помогать на духовном уровне, лечить на духовном уровне. Что-то типа. А этого нельзя делать дома? Не хочет ли она этого делать дома? You want to do this at home? Не в этом доме. Почему? Why? My parents don't agree with what I believe. Потому что родители не верят в то, что в она верит, и не поддерживают её в этом. А что тебе говорят родители по поводу тебя? What do your parents say about you? They love me. But they don't, they don't believe what I believe. Они говорят, что любят её, но они не верят в то, что она верит. Они религиозны, а она уже нерелигиозна. А во что они не верят именно? Вопроси, во что не верят её родители? Спецификально, what don't your parents believe? What do your parents believe in? What do your parents believe in? They're very Christian. Христиане, они не верят в духовность, как она верит. То есть они не верят твоим каким-то рассказам? So they don't believe, like, specific things that you tell them? Да, они думают, что она больна на голову. Хорошо, я поняла. А как это их мнение, как оно мешает, да как оно может помешать твоей работе с людьми, если ты будешь с ними жить? So, my higher self, how can their view be an obstacle to what you want to do with people? If conflicts with their boundaries. Она говорит, видела какой-то конфликт с ихними границами? А из-за чего конфликт? Конфликт about what? Из-за чего был конфликт? Она говорит, она слышит слово «дружба». Нет, вот ты спроси, есть ли у нее сейчас конфликт с родителями? Do you have conflict with your parents right now? Not right now. Не сейчас. Ну, поддержат ли они тебя, если ты решишь контактировать и помогать людям через свои контакты? Will they be able to support you, if you decide to help other people with your ability here? Да. Расскажешь ли ты им о беседе с высшим «я» сейчас, вот, которую ты провела? Will you tell them about what we're doing right now, and you talking to your heart yourself? Yes. Да. Расскажешь ли ты им, что это у тебя контакты с духами природы, и что ты отпустила того из них, кто тебя пугал? Will you tell them that you had contact with spirits of nature, and that you let go of the spirit that was hurting you? Yes. Да. Как ты думаешь, что они, как они будут реагировать, что они тебе пугают? How do you think they will react to me, if they tell you? My mom specifically would be hurt. Говорит, что моя мама, у неё будет какая-то обида и боль, поэтому папе будет интересно. Чему мама? Обидеться на что? Why will your mom be hurt? About what? Она верит, что есть ад, мама её. Да, конечно, есть, но только для тех, кто не любит Бога. Of course there is, but only for those that do not believe in God. Yeah, that's the higher law, people can say. Да, правда. Ад – это место, где духи не чувствуют любви Бога, потому что от неё закрылись. Hell is a place, where souls do not feel the love of God, because they are closed off them. Что говорится? Ну, то, что я сказала, что это очень расстраивает, что, ну, души, которые в аду не чувствуют любовь Бога. Это их выбор. It's their choice. That's really... Это правда, говорится. Ну, и с чем здесь мама не согласится? And why won't your mom agree with this? She probably would, but she kind of is very classical Christian. Говорит, мама может этому поверить, но она более верит в то, что Библия говорит, как все, как христиане верят. Ну, ладно, понятно. Скажи так, мама тебя любит. Say to yourself. My mom loves me. My mom loves me. Мама беспокоится за тебя. My mom cares about me. My mom cares about me. И скажи, что... Сможешь ли она... Ну, если, конечно, захотят. Сможет ли она, если родители захотят, показать им эту запись? Can you, if your parents want, to show them this recording? Sure. Yeah. Да. Вот. Хорошо. Скажи так. Пусть она повторяет. Я сама решаю, где мне жить. Repeat after me. I myself decide where I want to live. I myself decide where I want to live. Это мое право. That's my right. That's my right. Я готова сделать любой выбор. I am ready to make any choice. I am ready to make any choice. Я верю своему сердцу. I believe in my heart. I believe in my heart. Я сама ответственна за свою жизнь. I have control of my life. I have control of my life. Скажи ей, что... Уходить ли ей от родителей, или с ними остаться, или там где-то работать, это только ее решение. Для высшего я главное, чтобы и в этом случае, и в том, у нее были высокие вибрации. The only thing that's important for your higher self, is that no matter the choice you make, you have high vibrations. That's true. Это правда, она говорит. Ну, вот, поэтому этот вопрос, уходить или нет, это она сама... Скажи, что это ей самое решение. Она хочет спросить вот этот последний вопрос за эту сексуальную травму, которую она имела. А вопрос как звучит? Прочитай его. Как ей уйти от этой сексуальной травмы, когда ее изнасиловали? Скажи так. Уйти от этой травмы очень просто. А здесь необходимо понимать, что это в памяти останется навсегда. Потому что это твой опыт. Он такой, какой есть. Чтобы это воспоминание не причиняли боль. Нужно простить всех, кто это сделал. Спроси, сколько было человек, которые проявили сексуальное насилие? Знает ли она их лично? Спроси, живы ли они сейчас физически? Они живы сейчас? Да. Отлично. Хорошо. Пусть она назовет их имена. Пусть она назовет их имена. Куэн. Куэн? Куэн? Не помнит последнее имя. Может быть, Джесси имя? Хорошо. Помнит ли она, как они выглядят? Помнишь, как они выглядят? Не, что ли? Да. Пусть она их представит перед собой, как будто они... Их образы представит, как будто они стоят рядом. Can you imagine all three of them in front of you? Okay. Да. И скажет. Вот сейчас я буду говорить, и она к ней будет обращаться. Скажи. Дорогие божественные души. Дорогие божественные души. Я вас прощаю. Я вас прощаю. Я вас прощаю. За насилие. За унижение. За жестокость. За сексуальное желание. Которое вы направили на меня без моего согласия. Я прощаю. Я прощаю вас за ваш эгоизм. Я прощаю. Я прощаю. Я прощаю вас за ваш эгоизм. Я понимаю, что вы это сделали из-за отсутствия любви в своих сердцах. I understand that you did that because you did not have love in your heart. I send you the light of my love. I send you the light of my love. So that you can be truly happy. So that you can come to know God. So that you can come to know God. So that you can become light, divine beings. So that you can become light, divine beings. So imagine a beam of light and love coming from your heart directly towards them. What do they do? There are two that are running away. Two that are running away. One. And the third that are running away. Yeah. For the ones that are running away ask them. Are you upset with me? Стыд, она слышит от меня. А, да, они от ее света застыдились того, что они сделали. И сейчас скажут, я желаю вам простить себя за то, что вы сделали. А повысить свои вибрации. И прийти к Богу. Помните, он вас любит. Что они делают? Поворачивается и вот так вот, типа, наклоняется перед ней. Отлично. Пусть она скажет, я прощаю вас. Я люблю и принимаю вас такими, какие вы есть. Проси, что ты чувствуешь? Немножко счастлива и немножко расстроена. А чем расстроена? Потому что она понимает, что они люди, а не монстры. Ну, а что здесь такого, что может расстроить? Что она держалась за этим очень долго. Ну, хорошо, скажи, я отпускаю вас. Желаю вам счастья и любви и выполнения ваших задач. Теперь скажет, скажет так, я прощаю себя за эту обиду. Я люблю и принимаю себя такой, какая я есть. Я люблю и принимаю себя такой, какая я есть. И силой своего духа. Я преобразую энергию обиды в энергию смелости, мудрости, вдохновения и любви. Спасибо, что ты чувствуешь. Отлично, пусть делает медленный глубокий вдох и представит, что этот поток энергии, лёгкий, она вдыхает в себя и распределяет по всему телу. Так, спроси, нравится ли ей эта энергия? Лёгкая и как у ангелов такая энергия. Да, скажи, это твоя энергия. Это энергия, которую ты преобразовала из блока. Теперь она, теперь она, она, теперь она в тебе стала чистой. Скажи, что её душа очистилась от этих негативных энергий. Большое спасибо. А теперь, да, она, ей нужно вот так сказать. Моё Высшее Я, я благодарю тебя за эту беседу. Я благодарю тебя за растворение моих блоков. Я благодарю тебя за повышение вибраций. За повышение вибраций. За разрыв контакта с негативным плазмоидом. И благодарю тебя за ответы на мои вопросы. И благодарю тебя за ответы на мои вопросы. Я тебя, моё Высшее Я, я тебя люблю. Спроси, что чувствуешь? Что ты чувствуешь? Очень хорошо. Да, она говорит, что я тебя люблю. Она тоже. Спроси, что тебе говорит Высшее Я. Слышишь, что я тоже тебя люблю, Сидни. Ну да, вот я ей ответила, что её тоже любят. Отлично. Скажи, чтобы она сделала медленный глубокий вдох и выдох и открыла глаза. Привет. Как ты себя чувствуешь? Как ты себя чувствуешь? Очень хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Большое спасибо вам. Скажи, что у нее очень красивая улыбка. Она говорит, что у нее очень красивый смысл. Спасибо. У вас тоже. Понравился Леся? Да. Очень понравилась. Очень понравилась. Очень благодарна. Короче, да, я тоже, мне очень понравилась. Скажи, есть, что мы сейчас разорвали контакт с тем, кто её пугал? Мы полностью срезали крючком, с тем, что вы боялись. Я очень хорошо. Растворили страх и обиду. И чтобы в дальнейшем, чтобы он опять не пришел, чтобы она ничего... скажи, чтобы он опять не пришел, ей не нужно ничего бояться. Чтобы он не вернулся, ты должен остановиться бояться. Ты не должен бояться. И всех нужно любить и ни на кого не обижать. И ты должен любить всех, и не быть обиданным. Своей аниме. Окей, окей. Отлично. Ну, отлично. Я была рада помочь. Ну, а тебе, Настя, как феанс? Мне понравилось. Я никогда не переводила так раньше. Ты тоже со мной вела феанс? Что ты чувствовала? Я тоже чувствовала, энергия текла через меня. Какие-то моменты, страх в животе, потом энергия шеи в голове была. Да, вот так вот текла. Ну, что? Как тебе моя работа? Простая? Да, хорошая. Я сейчас немножко чувствую себя, так вот, чуть-чуть тревога такая. О чем? Не знаю. Ну, чувство, что энергия выходит. Такая энергия от энергии, которая выходит. Значит, тебе тоже нужно поговорить со своим Высшим Я. Да. И устранить свои страхи. Может, да. Хотела бы? Да. Да. Вот. Ты можешь тоже ко мне записаться. Хорошо. На сеанс. Уже даже просто без записи, а просто на сеанс. И я тебя тоже отведу, если хочешь. Хорошо. Большое спасибо. Да. Дальше. Ну, вот запись останется. Пусть она посмотрит. Там вот будет жена то, что ты переводила. И ее родители желательно тоже посмотрели. Я думаю, будет интересно и полезно. Обращаюсь специально к родителям Синди. Здравствуйте, дорогие друзья. Дело в том, что у нее то, что врачи сказали, что это жозофрения. Мы называем это эзотерики, то есть контактеры называют это контактом. Я по максимально, вот насколько возможно на этом сеансе, я загармонизировала этот контакт. У нее остались сейчас только светлые сущности, которые не будут причинять ей вреда и говорить всякие злые вещи. Дальше, чтобы она снова, чтобы не пришли к ней слова злые сущности, вам тоже необходимо ей помогать, ни за что не ругать, принимать такой, какая она есть, не проявлять недоверие. Что касается препаратов, ну да, высшая я не одобрила ей препараты. Это уже вы будете решать сами. Это был совет высшего я. Я скажу лишь, что они на самом деле не лечат, а просто убирают симптомы. И если она будет в любви, в свете, она будет общаться с сущностями, будет передавать ответы, будет контактером, будем уже так говорить. И ей не понадобятся никакие препараты, она будет просто контактер. Да. Но для этого, конечно, необходимо поработать, гармонизировать. Когда к ней кто-то придет из сущности и она вам об этом скажет, что я слышу кого-то, вам нужно не пугаться, а дать ей тетрадь, ручку и попросить записывать все, что говорят. Ей и имя обязательно спросить, и информацию, и спросить, с какой целью ты пришел, что ты хочешь передать. То есть здесь нужна на самом деле помощь родных, которые будут помогать человеку на первом этапе учиться. Она же не может ко мне на обучение приехать. А здесь уже вам нужно будет немножко ей помочь гармонизироваться, чтобы она стала здоровым человеком, контактером и не нуждалась ни в каких препаратах. Да, хорошо, хорошо, я передам это родителям. Да, тоже передай, чтобы они не пугались, а просто давали ей тетрадку, ручку, чтобы она... И ты ей сейчас скажи, что она должна ее с собой постоянно таскать, что-то типа блокнотика. Как только ей начнут что-то говорить, она так, подождите, я записываю. Пусть она откроет блокнотик и ручку, скажет тоже, как тебя зовут, и с какой целью ты пришел, и что ты мне хочешь сказать. Ну и запишу что-нибудь и говори. И дальше обязательно скажет, благодарю и принимаю. Вот. И, естественно, пусть она сама старается общаться с Высшим Я. То есть задает вопросы, что мне нужно делать в этот день. Вечером пусть спрашивает, все ли я сделала в этот день, что мне нужно было. Или там что-то нужно исправить. То есть вот постоянное мысленное общение с Высшим Я, это будет развивать ее интуицию. Да. Да. Ирина, she wants you to talk to your parents and let them know what happened. And keep a notebook and write down everything you hear, all the conversations. You need to develop your connection with your heart of self. Okay. Yeah. That's cool. Хорошо. Я желаю вам счастья, девочки. She wishes us happy. Thank you so much. Рада была поработать. И тебе, Настя, огромное спасибо. Ты с большим терпением переводила и очень хорошо с этим справилась. Yeah. Спасибо. Спасибо. Thank you. Скажи, Синти, скажи, Настя, твой ангел. She wants me to tell you that I am your angel. You are. Она тебе обязательно поможет, чтобы ты больше ничего не боялась. То есть, скажи, вот если она вдруг опять тебе что-то будет говорить, типа там пугают и так далее, скажи, напомни ей этот сеанс. Да, я так уже и делаю. Отлично. Вот ты настоящий ангел-хранитель. Да. Хорошо. Ладно, дорогие друзья, я благодарю вас за просмотр этого видео. Интересный был контакт. Интересный. С переводчиком я... Ну, я уже работала с переводчиком, просто к высшему я водила, но гармонизировала контактера, его контакт. Это первый раз. Интересный опыт. Благодарю Синди, благодарю Анастасию, благодарю их высшее я и свое высшее я. Я вас всех люблю. Дорогие друзья, до новых встреч. И красивая ты, а я, звездная краса, сквозь просторы космоса. Ирина смелая, душа, ведет нас в новые неизвестные места. Среди звезд, среди других миров, звучит песня приключения, где смелость и любовь. Ведут нас к новым откровениям. Красива ты, а я, красива ты, а я. Ты всегда с нами, наш светлый проводник. Свети сильней, свети сильней. Твой яркий свет, свои слезы страшно манит. Красива ты, а я, красива ты, а я. Свет многих звезд, ты наш светлый проводник. Свети сильней, свети сильней. Твой свет сердца наши на веки проник. Красива ты, а я. Кристос, моя краса, сияет вот одна на своем свету. И на слезной фресе, наш слезный класс. Редет нас без края, и витростой космоса. Среди слез, в виде тишины, скучит песня о Кассиопее. Димит Аскаус, герой сутки Рассказывает нам о далёких путешествиях Кассиопея Ты всегда с нами наш светлый проводник Свети сильней, свети сильней Твой яркий свет и звёзд в вечном мане